всем доброго времени суток сегодня мы с вами поговорим об одном из продуктов пчеловодства это прополис что же все таки такое этот прополис помет пчелы или супер антибактериальное средство от всех вирусных заболеваний многие до сих пор заблуждаются и думают что это помет пчелы я в детстве тоже так думал и с брезливостью брал этот кусочек прополиса разжевывал глотал слюну с ним не очень приятно осознавать то что у тебя во рту чей-то помет да еще и проглатывать слюну с ним фу я прополис это душистый природный пчелиный клей как правило цветом того коричневенький или темно-зеленый с коричневым что же входит состав прополиса состав прополиса входят смолистые вещества которые пчелы собирают с почек деревьев тополя ольхи и березы или других близлежащих деревьев потом пчелы собранное ими смолистое вещество модифицируют его своими ферментами если проще сказать то перерабатывают его своими ферментами пчелами прополис используется для замазывания возможных всевозможных щелей допустим литок они сами себе сокращают с наступлениями холодов прополисом залепливают сколько им надо выхода там входа также они дезинфицируют им ячейки которая матка откладывает яйца а также для изоляции посторонних предметов в улье по вопросу о происхождении прополиса нет единого мнения последнее время стало ясно что как ученые же работают над этим вопросом изучают и до конца еще никак не определились составом всех полезных веществ он является продуктом переменного химического состава и что существует много типов прополисов потому как ну разные деревья разные климатические и условия прополис содержит почти все микроэлементы которые необходимы человеку магний калий натрий железо цинк в общем почти вся таблица менделеева прополис является антибактериальным и противовирусным средством скажу допустим на своем примере как-то раз я на пасеке очень глубоко порезал палец чуть ли не до кости порезал палец вообще очень глубоко очень было больно и думал что же делать не бинта ничего с собой не было что же я сделал я тот момент жевал прополис я взял разжеванный прополис и приложил его к ране и я делал перчатку почти что чтобы прополис никогда не делся и почти что сразу боль отступила и буквально за два дня она затянула мне эту рану достаточно глубокую рану я забыл о ней когда у меня болит горло допустим я постоянно его жую и буквально также за два дня у меня проходит горло вот он как говорится яркий пример на себе испытал а если его регулярно использовать то есть жевать его многие делают еще и настойки с него спиртовые также очень хорошо на спирту настаивать прополис и обрабатывать им раны мазать где-то где болят суставы допустим то есть нас настолько полезный по своим свойствам прополис что можно наверное только одним им и лечиться если прополис каждый день употреблять разжевывать допустим по полчаса я думаю что с вашим здоровьем будет все хорошо о прополисе и его целебных свойствах можно много говорить но каждый сам себе выбирает что им лечить в принципе настолько уникальное средство которое лечит можно сказать все итак делаем вывод прополис это не помет пчелы это уникальное средство обладающие антибактериальным и антивирусным свойствами по своей сути это смолистое вещество которое пчелы собирают с почек деревьев перерабатывают и получается на выходе прополис если это видео вам было полезным каким-то образом хоть хотя бы чуть-чуть то что вы уже точно узнали что это не помет пчелы а его состав очень полезен и никак не связан с пометом пчелы если это видео было для вас полезным ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии всем всего хорошего не болейте